This conference will now be recorded. И там такой слайдик, как построить диаграмму десертфлоу. Если видна моя физиономия, и слышим звук. Ну вот, нормально все. О, я вижу, что звук нормальный. Татьяна, Юлия, Евгений, Андрей. Андрей, здравствуйте, Дмитрий, Татьяна. Так, супер, супер, супер. У нас заявлено, по-моему, порядка 30 человек. Ну, как обычно это бывает на вебинаре. А чуть меньше, 50 человек заявлено, ничего себе. Ладно, сберемся. Значит, друзья, меня зовут Алексей Тарасов. И я преподаватель Центра Специалистов. И в последнее время мне все темы стали неинтересными. Я начал выбирать какие-то специфические. И мне показалось, что вам будет интересна тема, связанная с React Flow. Для тех, кто вдруг, ну, случайно попал сюда, мы вообще говорим о библиотеке React, да, которая придумана в нейтрах Фейсбука, которая к JavaScript относится. Вот, и, соответственно, если у вас есть знания JS, то вам сегодня будет польза. Если нет, то, ну, кругозор немножко расширить, и все. Чего-то мега заумного я сегодня рассказывать вам не буду, потому что считаю, что эти вебинары, они... Ну, так, чтобы провести вебинар, чтобы он был на уровне олимпийского выступления, это тяжело. Вот, поэтому буду рассказывать вам о том, о том, что меня беспокоит React Flow, интересует. Я надеюсь, вы настроились. Презентация по-хорошему вам должна была быть доступна. Если вдруг вам ее не отправили, я потом вам скину ссылочку, только напомните мне в конце вебинара. Поехали, значит, о чем будет сегодня речь. Значит, мы будем говорить о такой вот библиотеке, которую я то ли зимой, то ли в начале весны обнаружил. Ну, в общем, библиотека как библиотека, их сотни этих библиотек всяких разных. Но некоторые из них сделаны, в общем-то говоря, не очень качественно, а это мне понравилось. Смотрите, как тут интересно. Какой интересный пример сразу приводится, они у себя на сайте. Есть такая вот диаграммка, уже интересная. И на каждой диаграммке есть какой-то, он называется элемент range, цветной. И я меняю компоненты зеленого, красного, синего. У меня меняется цвет финишного вот этого блока. И я, когда первый раз увидел, подумал, о, это может мне пригодиться. Но прежде чем мы там попробуем посмотреть какой-нибудь пример, пощупать его, я бы хотел вам показать еще две диаграммки, которые меня волнуют, беспокоят. Здравствуйте, Сергей. Первая диаграммка, это диаграммка специалиста. У нас сегодня будет еще обязательно рекламный блог. Без этого бесплатные вебинары они проходят, извините. Значит, первое, что я вам хотел показать, это вот эту, ну, будем откровенно правдиво говорить, устаревшую диаграмму, называется, путеводитель по курсам веб-программирования. Я посмотрю на него, значит, что он из себя представляет. Ну, давайте посмотрим. Значит, это, это у нас, соответственно, что? Это у нас очень сильно напоминает, что? Большую-большую картинку. Видите, вот я ее как картинку сейчас вот так вот тащу, да? То есть, если я ее сохраню, сохранить как? И там где-нибудь, ну, там загрузки в рабочий стол, попытаюсь открыть, это будет большой, такой 500-килобайтный файл, вот, посмотрите, какой вырослый, кошмар, вообще кошмар. Вот. Плюс, это что означает? Это означает, чтобы красивую такую диаграмму нарисовать, дизайнер должен, там, сидел в своем фотошопе или в чем-то вот это делает, все это перерисовывать, а потом при помощи гиперссылок, вот этих вот, которые на картинке наводятся, там, делать вот такие вот области. Для тех, кто и на сказании не совсем хочет слышать и понимать, эта диаграмма мне не нравится. А есть другая диаграмма, очевидно, которая мне нравится. Это, возможно, известная вам roadmap, то есть карта движения по курсам JavaScript. Она, в принципе, в разных реинкарнациях часто вам попадается, я вам там сейчас в чат закину ссылку, я уверен, что, если вы не сталкивались, вам эта штука пригодится, пожалуйста, это путь разработчиков в 21-м году. И, соответственно, здесь есть для фруктендера путь, есть для бэкендера, есть для девопса. Некоторые темы, они просто как персональные рекомендации, есть как альтернативный вариант чего-то изучения. Вот, в целом, я думаю, не буду все там рассказывать, вы сами посмотрите эту диаграмму, интересно смотреть так, когда никто не мешает. Но сама фишка, да, она, кстати, тоже картинка сделана, да, так чтобы вы не подумали, что тут какое-то чудо. Но посмотрите, как аккуратненько это все помещено в блоки и как это здорово слегка напоминает нам то, что мы вот здесь видим. То есть проблематика наша такова. Да, мы хотим строить классные, подобные этим диаграммам, мы хотим их связывать сплошными или пунктирными линиями, мы хотим, возможно, их как-то оформлять. И я думаю, что нам в этом сегодня поможет React Flow. Об этом сегодня будем говорить. Ну, чтобы мне потом не припомнили, я все-таки вернусь быстренько и пробегусь по основным слайдам. Значит, немножко саморекламы. Я старший преподаватель центра специалистов и в основном веду курсы, связанные с BSV-прозработкой. Там всякие HTML, JavaScript, MySQL, PHP. Так получилось, что за последние годы больше акцент делается на JavaScript, потому что больше народу приходит на JS. Большому количеству он интересен. И вот уже в этом году специалисту 30 лет стукнет. А моей работе в специалисте уже стукнуло 10. Вот, там много выпускников и так далее. Поэтому гарантии и все такое. В общем, надо обязательно присмотреться к курсам, записаться. И, возможно, вам что-то пригодится. Ну, а мы с вами сегодня как раз будем говорить о том, как построить самый простой один блок, второй блок, как соединить их. Немножко о темизации вам расскажу. Так что, если вам интересно, оставайтесь в связи. Пишите в чате вопросы. Мне кажется, я могу ошибаться, что у кого-то микрофон включен. Если не сложно, пожалуйста, притушите, чтобы эта запись, она, в общем, потом... О, спасибо, подромный. По-моему, звук пропал. Чтобы она бы нам потом полезна, интересна и удобна. Значит, с чего мы с вами начнем? Пожалуй, наверное, по-быстрому подготовим среду, настоем. Я заранее специально ничего не готовил, чтобы это занятие, оно шло в таком режиме неспешном, я бы сказал, дружелюбном. То есть, наш вебинар ни в коем мере не претендует на какое-то, ну, знаете, там какие-то пособия, не пособия делают, а какие-то там руководства. Это бывает, там кто-то руководство там смотрит. Нет, это просто эксперименты на тему. Итак, для того, чтобы у меня что-то получилось, я создаю сейчас у себя какую-то папочку. Назову ее, к примеру, MyTest. Вот так вот. И в этой папке подготовлю плацдарм, поскольку я не люблю долго сидеть и заниматься настройкой окружения для реакта. Я зайду в консоль. Так, невозможно, она сейчас вам покажется мелкой, поэтому придется ее, наверное, покрупнее сделать. Меня спрашивают, будет ли демонстрация экрана. Я немножко сейчас озадачен, потому что экран уже транслируется. Да, и если вы спрашиваете это, значит, у вас сейчас она или эта демонстрация отсутствует, и я озадачен, да? Может быть, попробуйте отключиться, подключиться, потому что вот сейчас у меня консоль подображена. Хорошо? Попробуйте. У меня вас, то есть, визиономия видна, а не экран. Ну, не знаю даже, что вам. Попробуйте еще раз отключиться, подключиться к вебинару. Да, с телефона экрана 2. Вот Сергей говорит, что с телефона нормально, вроде как, 2 экрана. Друзья, плюс анекти, у кого еще мой экран виден? Ну, чтобы я совсем так вот был успокоен. А все нормально, все. Оп, все. Значит, смотрите. Забираемся в папку, и там спокойненько создаем при помощи Create React App новое приложение. Опять же, я думаю, что кто-то мог с этим раньше не сталкиваться. А может быть, кто-то ходил на первый мой наш уровень React, и тоже, ну, в общем-то, не знает, что это такое. Create React App – это специальное приложение, которое сразу все там в себе содержит, там, React, и там, Webpack, там, все, что нужно. В общем, сплошная сказка. Соответственно, у меня заранее уже на компьютере установлен Node.js. Ну, без него никуда. Он установлен глобально так, что я могу запускать и команду npx, и команду npm. Это не страшно, если вы их не знаете. Просто вот эти команды создают, что, ну, в общем-то, приложение Create React App. И если там вы потом будете на досуге проходить, повторять эти действия, вы можете воспользоваться вот этой вот ссылочкой. Ну, а для тех, кто потом не в чате будет смотреть, вот, пожалуйста, вот так вот с QR-кодом, да, Create React App – это как раз сайт того приложения, вспомогательного, с которым мы будем работать. И когда он у нас сейчас там благополучно доустановится, Create React App, мы установим тут же в этой же папке, ну, можно даже поразить его, и вот она у нас уже, MyApp находится. Мы установим с вами React Flow и построим первый простой график. Я еще раз хочу сказать, что тут никакого мистического и такого спецсодержимого никакого нету. Построение будет очень простым. У вас будет специальный компонент, который вы будете передавать определенным образом сформированный массив объектов. Вот на самом деле и все. Самые интересные нюансы – это будут всегда, скажем так, за границей вебинара. Как то, что там, как связано, какие события есть, какие там пропсы есть и так далее, и так далее. На самом деле есть очень много всего интересного, и копаться можно там бесконечно. Потому что, например, когда мне захотелось поменять цвет стандартных блоков в React Flow с дефолтного на свой собственный, я думал, что это будет проблемно. Оказалось, что это очень просто делается, потому что каждый блок, каждый прямоугольник с надписью – это, грубо говоря, див. И, соответственно, у этого дива при помощи CSS-селектора, при помощи класса вы можете настроить любой фон, любой шрифт. И, соответственно, содержимое каждого компонента тоже сделать произвольным, как тот самый выбор цвета. Надо сказать, что собственные компоненты в React Flow создавать не так уж сильно просто, на первый взгляд. То есть у меня ушло некоторое время заметное, чтобы поэкспериментировать, поэкспериментировать, поэкспериментировать своих компонентов. Но еще раз, небогие горшки обжигают. Кто-то эту библиотеку сделал, кто-то может ее применять. Этот кто-то – это мой, если она вам пригодится. Может быть, чтобы неловкая пауза не возникла, если у вас есть вопросы, вы напишите или зададите вопросы. Можно даже голосом попробовать, потому что такая вот пауза небольшая нарастает, который хотелось бы чем-то запомнить. Ну давайте, пока вопросов нету, что там еще по презентации, я пробегусь, чтобы потом к ней не возвращаться. Значит, вот этот вот вебинар, он проходит под вывеской рекламы курса по React. Курс по React мы затронули несколько лет назад, давно, он идет всего 16 часов. Там рассматривается самый-самый-самый-самый фундамент, а именно компоненты, классовые компоненты, функциональные компоненты. Что такое? Пропс, пропсы, свойства React компонентов мы рассматриваем, какие есть события синтетические, как с ними работать. Ну и самое интересное, на мой взгляд, на этом курсе, что мы делаем такую небольшую а-ля корзину, в которую добавляем товары, книги, пересчитываем общую сумму и, в общем-то говоря, мы можем из корзины эти товары также удалять и добавлять заново. Ближайшие старты обучения у нас 24-го, это получается, 24-го тоже прошло, или я неправильно, 16-го 08-го. Ну, видите, немножко тут моя презентация с моими датами нуждается в актуализации. Значит, курс по React у нас в ближайшее время стартует сегодня вечером, он стартует завтра вечером в формате открытого обучения. Формат открытого обучения, он такой специфический, вы смотрите видео дома или в классе, а преподаватель сидит и ждет вопросов и отвечает на вопросы, если они возникают или что-то не получается. Для тех, кто ценит, любит время и любит больше сам, со своей скоростью обучаться, это классный вариант. Для тех, кто любит классику занятий, ну, то есть прийти послушать именно вживую преподавателя, у нас есть старт группы 26-го 08-го, это получается, ну, сколько, через 9 дней, да, ну, там 2 дня подряд по будням, поэтому взвешивайте свои силы, будет ли вам это интересно. Тем временем у меня благополучненько, в общем-то, произошла установка Create React App, я захожу в папочку вновь созданную и собираюсь там установить, запустить наш сервер, чтобы продемонстрировать работу с React Flow. Ну, соответственно, нам понадобится сама библиотека React Flow, поэтому прежде чем я сделаю npm start, мне придется эту библиотеку сделать. Ну, в общем-то говоря, установить. Устанавливается она достаточно просто, либо вы при помощи npm install, либо при помощи yarn делаете вот такую вот команду. Да, все, все как обычно, npm install, React Flow Render, ну, в принципе, все норм. Отлично. Смотрите, забираемся, говорим npm start, и, в общем-то, у нас стартует сервер. Пока сервер стартует, мы запускаем приложение, с которым, редактор, с которым будем работать. Я практически на всех курсах использую Visual Studio Code, ибо удобно, бесплатно и от крупной компании. В общем, достаточно удобный редактор, поэтому вам тоже советую. Ну, есть те, кто со своими редактором приходит. Так, здесь мы выбираем нашу папку MyApp. Да, я, конечно, доверяю авторам файлов этой папки. Это же я сам. Немножко покрупнее сделаем. Так, и по-хорошему, да, вот он. И по-хорошему, вот оно, само приложение. Там сейчас автоматически запущен вот такой вот файл app, который показывает дефолтную какую-то ссылку, какое-то содержимое. Нам сейчас этот файл надо будет немного поменять, потому что мы к этому шли для быстрого классного старта. Давайте сделаем следующим образом. Содержимое app уберем. Вот так вот. Он покажет ошибку, потому что внутри самого вот здесь от компонента ничего нету. Мы скажем, что мы добавим туда какой-то div. Ну, опять же, те, кто не сталкивались с реактором сейчас, мы записываем JSX, специальный синтаксический сахар, придуманный для реакторов, чтобы было писать удобно. Многие спорят, классно это или нет. Я считаю, что это классно. Многие говорят, что это не совсем по-джаваскрипте, особенно там любители Vue.js, у них часто такое можно вещь услышать. И я обычно стараюсь не спорить на эту тему, потому что, знаете, бывает, дороже себе выходит. Кто-то что-то себе придумал. Дальше мы говорим, что у нашего блока diva будет там какая-то высота. Ну, давайте, например, скажем, что это будет 400 пикселей. У нас вот здесь сейчас есть блок высотой 400 пикселей. У нас вопрос в чате. У этих блоков кастомный бэкграунд, как изображение можно сделать? А то в примерах только цвет или обводка. Пусть вроде и можно передавать стили в JSX. Да, можно, да, можно. У каждого из этих компонентов есть один общий класс. Мы сейчас увидим. У каждого из этих компонентов есть специфический класс, который обозначает, чем является нода, начинающий по центру дефолтный или выходной output нодой, то есть узлом. И плюс у каждой ноды можно указать свой собственный класс. А если мы можем указать свой собственный класс, значит мы можем указать с вами, что бэкграундное изображение. Ну, давайте сделаем это себе. И теперь самое интересное. Нам нужно импортировать, что? Импортировать. Да, отлично. ReactFlow. Уже подсказывают. О, спасибо тебе, пожалуйста, тебе пользу за такую классную работу. Значит, у меня вот здесь импортировался ReactFlow. Вот тут я сейчас его сразу вставляю. Ну, ничего хорошего пока что быть особо не должно, потому что у нас не хватает сейчас в ReactFlow самого важного пропса. Пропса, который называется Elements. Здесь будут элементы. То есть это будут те блоки, которые мы будем с вами связывать. Ну и соответственно мы будем говорить. Это будет, ну пусть они так же называются, Elements. Здесь мы говорим, что они просто переменную, их запишем. То есть их можно на самом деле из базы тянуть, их можно тянуть из там Local Storage какого-нибудь. По Local Storage, кстати, у нас тоже запланирован в августе вебинар. И дальше мы в Elements начинаем указывать сами блоки. Какие свойства у объекта блока нужно указать, чтобы он отрисовался. Первый это идентификатор. То есть мы должны придумать нашему элементу идентификатор. Мы будем брать простые идентификаторы, но если вы захотите, можно в принципе взять их какие-нибудь более интересные. Например, там воспользоваться системой генерации идентификаторов. Такая вот есть UID из NPM. Дальше мы хотим указать, какая у нас будет нода. Давайте скажем, что она у нас будет входная. Помните, я говорил, ноды бывают трех видов. Входные, те ноды, которые просто там по центру где-то болтаются, есть ноды выходные. В зависимости от того, какая у вас нода, у вас будет внешнее оформление и меняться. Ну, а возможно, там какой-то дополнительный еще появится, допустим, функционал. Дальше мы говорим, что у нас есть data. И вот здесь интересно, потому что у data, у свойства data тоже указывается объект. И уже в этом объекте можно всякого интересного разу не писать. Нам пока что интересно только одно значение label. Оно интуитивно понятно. Это одна нода. То есть она у нас будет отображать вот именно вот этот вот текст. Ну и последнее, что мы здесь хотим сделать, это мы указываем в виде набора координат x и y, расположение нашего элемента. Ну, я дома экспериментировал, какие-то наборы делал. Сейчас уже не помню, что там я выбирал. Ну, давайте сделаем так вот. Здесь берет x100, y будет 50. О, смотрите, что-то получилось, да. Вот она, вот она нода, входная. Поскольку она входная, у нее есть только вот выход. То есть мы можем куда-то ее там дальше коннектить. Вот. Очень интересно сразу посмотреть, что там внутри. Я так всегда говорю, очень интересно. Как будто это действительно всем интересно. Ну, мне интересно, конечно. Вот смотрите, что здесь идет. Здесь идет React Flow Node 1 класс. Потом React Flow Node Input. И потом идет еще вот такой вот, что? Selected. Вот он. И Select Table. Ну, Select и Select Table, пожалуй, нам, наверное, я не скажу, чтобы так вот прямо вот сильно понравились, были необходимы. А вот то, что вот React Flow Node, вот Node это общий для всех вид оформления. Input. Вот он белый цвет. И что? И вот он background идет. И, соответственно, мы можем с вами прямо вот сюда это вписать. Вот. Но прописывать какие-то свои собственные стили в дефолтных, которые есть в React Flow, честно говоря, мне бы сейчас не очень сильно хотелось. Вот. Поэтому я сделаю быстро, грубо и интересно. Я запишу класс CSS, конечно же, и скажу, что этот класс будет называться у нас, ну, я не знаю, там, background, bg-img. Так, bg-img. Такой вот будет у меня класс. И давайте посмотрим, появится ли он у нас. Да, вот видите, вот он у нас появился. bg-img. Вот, соответственно, если мы заберемся сейчас в app.css, там уже этот файл есть, спокойно забраться, то вот тут мы можем с вами попробовать background image. Уф, ну, я заранее картинку никакую не готовил. Ну, я выкручусь, конечно, ведь у нас у центра специалистов есть логотип в центра специалистов, да. И вот сюда эту картинку я сейчас помещу. И сразу у себя ловлю на мысли, что мне может здесь помешать. Мне может здесь помешать набор классов, порядок классов, там, приоритеты. Поэтому, возможно, стоит здесь что сделать? Сказать им потом. И вот, я, кажется, на вопрос Евгения ответил. Не совсем красиво, Евгения, но оно действительно как бы работает. Спрячу так же. По оформлению надо вам к дизайнерам обращаться. Окей. Значит, первый шаг мы сделали благополучно. Теперь давайте попробуем сказать, что вот эта вот входная нода, это будут, к примеру, основы HTML, CSS. Ну, то есть, вы поняли, к чему я клоню. Потому что на сайте специалистов неплохо было бы переделать при помощи этой библиотеки ту картинку, которая есть. И создаю дополнительный блок, просто выделившись, скопировав еще раз содержимое. Здесь у нас будут основы, давайте напишем, основы JS. Вот так вот, основы JS. Это будет второй блок. Мы не будем сейчас указывать у него тип, потому что нам это сейчас, ну, в этом нет никакой необходимости. Но мы укажем, что тут будет сейчас, например, 150. Вот так вот. И у нас пониже по-хорошему должен появиться. Видите, поскольку мы тип не указали, то сверху появилось, они называют это, насколько я помню, handle. Точечки сверху, снизу, сверху handle, снизу handle. Ну, наверное, для того, чтобы вручную там как-то связывать, обрабатывать. Наверное, так. Ну, а сейчас они не канатятся, потому что свойства в проксах, свойства в объектах, я этого совсем никак не указал. В общем-то, и пока что не планировал. Так, давайте немножко здесь вот повыше его сделаем. И еще добавим там, скажем, третий пункт, что мы можем после основы JS изучать. Мы можем изучать дом и события. Сейчас те, кто реактор изучают или знают, или изучали, возможно, улыбнуться, потому что для реакторов это обычно тема уже вчерашняя. Единственное, вот здесь я сделаю поменьше, попробую сейчас 50, 150, вот так вот сделать, чтобы где-то вот тут оно появилось. Так, давайте, 70 и 20. Вот так. И еще один пункт я создам. Друзья, сейчас будет опять реклама. Запустил новый курс, но, в общем, если сильно постараться, если JavaScript вы знаете, можно даже это тоже самостоятельно изучать. Он называется Google Apps Script. Слушайте, это такая вообще классная тема. Вы, если знаете JS, просто берете JavaScript, с которым вы знакомы, и применяете его к документам Google, к формам, к таблицам, к документам, просто к календарю. И это так захватывает, ну, я думаю, что это очевидно, почему это круто, если вдруг не совсем очевидно. Ну, представьте, у вас есть там какой-то массив файлов, и вы берете сразу раз и получаете кучу всяких разных полезных либо таблиц, подобных Excel, либо там еще чего-то. Короче, вот они, эти элементы у меня построены, теперь нам надо их, эти элементы, связать. Давайте их будем связывать. Значит, здесь тоже понадобится указывать идентификатор, поэтому мы тоже говорим, что здесь будет ID. Единственное, что нам придется указывать его, наверное, так, чтобы мы не запутались, что с чем будет связано. То есть, например, мы берем и говорим, пусть у нас наша связь, наше ребро, наш угол этого графа, он будет связывать 1 и 2, пунктики 1 и 2. Это для нас, для нашего понимания, чтобы мы могли, в общем-то, это запомнить и использовать. Дальше мы говорим, сурс, источник, да, откуда мы с вами работаем. Мы работаем из идентификатора первого, вот отсюда. То есть, вот этот тоже ID-шник здесь пошел, пригождается. Куда мы работаем, тагет, цель, да, куда мы работаем. Мы работаем во второй. И у нас по-хорошему вот там появляется сейчас, видите, вот такая вот пунктирненькая, не, не пунктирненькая, да, сплошная, сплошная линия. Она пока не пунктирная. Мы можем ее сделать пунктирной. Для этого нужно animated поставить. Вот так вот у нас будет там вот такой вот пунктирный путь. Но в моем, вот в этом примере сейчас animated нам, честно говоря, не особо нужен, потому что это не совсем соответствует пути проходу по элементам. Мы сделаем так. Из 2 в 4 будет animated. То есть путь для изучения Google Apps Script будет опциональный. Хотим изучаем, хотим не изучаем. Вот, а путь из основ в дом, ну, это как бы считается, надо бы по-хорошему это знать. Из 2 в 3. И он уже будет не animated, он уже будет такой-то обязательный. И вот у нас получается, ну, шпион, он animated, видите, он animated тоже показывает, сейчас я обновлю. Да, и у нас получается вот такая вот классенькая диаграммка. Все, все круто, все здорово, все счастливы, все работает. Вот такие дела. Так, теперь по поводу оформления тоже еще хотелось сказать. Значит, во-первых, еще раз мы можем забраться и поменять прямо совсем в исходном поде те стили, с которыми мы работаем. Но есть еще и другой вариант, сейчас попробую его показать, это когда вы подключаете самостоятельно отдельно стилевые файлы и, соответственно, некоторые из них можете поменять на свои собственные. Давайте посмотрим на следующий пример. Например, вместо import ReactFlow и дальше from ReactFlowRenderer я вот здесь вот сразу справа пишу, но CSS. Вот так вот, но CSS. Обратите внимание, что эта папка здесь присутствует, а где здесь, вот где она сейчас здесь присутствует? Ну там, в пакете, NodeModules, ReactFlowRenderer. И, соответственно, мне остается подключить просто, импортнуть стилю. Там есть два стилевых файла. Первый стилевой файл. Сейчас я так вот, чтобы быстро искалась. Называется Style. Так, что там у меня не видится. Сам, он у меня не видится. Сейчас я поверю, есть ли он там у нас точно. NodeModules. Вот он, DIST. И вот здесь вот, да, вот они, эти два файла есть. Все там хорошо. Почему-то автоматически они мне не подсказались. Нет, немножко смотри. Ставим CSS. Раз. И дальше вот этот файл, я его записал в буфер. Скопировал. Вот у меня есть какое-то содержимое. То есть мы говорим явно, что у нас подключается все вот так. Ну, честно говоря, я какого-то сильно большого, большой разницы не увидел. Может быть, там подобные стили здесь отрабатывают. Но самое классное, что вы можете теперь свою тему какую-то определить и дальше с ней работать. Ну, а мы заберемся таки в... Надо было не закрывать, да? Мы заберемся таки в... Вот сюда. В TEM Default. Отлично. Заберемся в React Flow Node. Вот оно React Flow Node. Вот оно React Node Default Input. И здесь найдем, где находится фон. Вот посмотрите, у нас есть бэкграунд беленький. Вот он, бэкграунд беленький. Вот у меня по дефолту опять беленькая, да? Не уверен, что в одном месте придется указывать. Может быть, в нескольких местах. Ну, мы с вами-то можем сделать вот так. Раз. Давайте я вот укажу, чтобы там не заниматься попыткой создать велосипед с первого раза. И скажем, что бэкграунд будет. А дальше мы заберемся... Да. Мы заберемся... Даже я вам там ссылку кидал в чате, помню. На сайт с road map. Да, вот он, сайт с road map. И просто... Соблюдаем авторский проект. Для знакомства, да? Попробуем прям забрать CSS. Вот какой тут... А тут можно было не забираться. Тут стандартный желтенький цвет, да? И берем здесь, говорим. FF0. Желтенький цвет. Проверяем, что у нас тут получится. К сожалению, при работе я заметил, сейчас вот опять вспомнил, что при работе с Create React App, видите, да, мы цвет поменяли, а стили не подцепились. Тут получается такая история, когда Create React App кэширует стили. Вот, я целью себе разобраться с отменой кэширования не ставил, именно в этом примере. Поэтому мы сейчас просто остановим наше приложение, запустим его заново. Я знаю, что не очень красиво, но для нашего текущего фрагмента, для нашей текущей демонстрации, я думаю, что это подойдет. Так, ну что, допускается медленно. Как же медленно, а? И вот те фрагменты, которые я указал, они действительно покрасились. То есть, то есть, фактически нас отделяет от классного результата, а под классным результатом, я понимаю, сделать схему в такой же цветах, как на сайте с Roadmap, и перенесите на сайте специалиста, пару часов переписывания и соединения курсов, написания с элементами, там, может быть, полчаса на отладку, ну так, если оптимистично, и N дней на согласование, что это все появилось на сайте. А вот такие вот дела. Друзья, я надеюсь, что вам эта тема и эта маленькая демонстрация понравилась. Вот, я думаю, что самое время писать вопросы, если у вас появились по курсу и по библиотеке, то, что я знаю, я бы вам рассказал, с удовольствием бы ответил. Вот, а пока вы пишете, еще пару слайдов. У нас есть комплексные программы, прям такие большие, огромные программы, за которые можно получить часть профессии или целиком. Если будете брать, взвешивайте свои силы, чтобы график был удобный. У нас есть, угадайте, сколько форматов обучения? Шесть, пять вы видите на экране, шестой будет, возможно, анонсирован с дня на день, подогрею ваш интерес, не скажу, что за формат, но некоторым может быть интересен. В общем, для любого варианта найдется. Индивидуальное самое дорогое, но оно индивидуальное. Очное в классе или вебинар, очное-заочное реже идет, когда пара-втройка встреч по курсу. Ну и открыто это, когда вы смотрите записи, и препод вам отвечает на вопросы на самом курсе. Отлично, спасибо. Спасибо вам, спасибо вам, друзья. Я благодарен, что вы решили посвятить эти полчаса или сколько мы там потратили на то, чтобы подключиться и побеседовать вот так вот. Я очень надеюсь, что вы прям воспользуетесь этой библиотекой или другими и будете в реакте расти и продвигаться. На этом у меня на сегодня все. Все, что дальше идет, уже относительно неформальное общение. Так что, если есть вопросы, пишите. Да, спасибо вам, друзья. Спасибо. Есть немного не по теме. Какая из библиотек лучше для постоянной простых графиков? Группа говоря, линейка из десяти. Значит, Евгений, если там просто линейка из десяти, я думаю, что, может быть, вариант стоило бы рассмотреть и что-то самописное. Если у вас самописное не устаивает, можно либо забраться, выбрать любую библиотеку. Есть такой классный сайт. Он называется React Examples. React Example. И на этом сайте я всегда смотрю сам, если мне нужно какие-то найти фрагменты, посмотреть, что там есть, связанное с библиотекой. Ну, и так вот. Назвался сам, и сам сразу не могу найти и увидеть. Ну-ка, фрагменты, библиотеку, 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 библиотеку. И там нахожу красивые макеты. Среди макетов встречаются макеты для дашбордов. Дашборды это у нас для админок, для дашбордов. Это специальные такие страницы, на которых очень много обычно бывает разных графиков, диаграммок и всего остального. Их можно очень быстро увидеть, выцепить. И та, которая вам нравится, здесь я надеюсь. Вот, пожалуйста, да. Вот мы видим какой-то, вот они, столбики пошли. И здесь очень просто, быстро, можно по названию класса, по подключенным библиотекам посмотреть, что это за библиотеки и так далее. Ну а так, всякие библиотеки, типа, сразу вам скажу, Чарльз. Неожиданный вопрос у меня на склон состав. Давайте сейчас еще раз попробуем. Так, 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 так. Морис. Ну, пожалуйста, библиотека Морис. Самое главное, что я когда-то снимал небольшой фрагментик по этой библиотеке, показывал пример, а теперь даже ее не вспомнил. Вот, пожалуйста, вот простая библиотечка. Вот, строятся графики. Ну, это, скорее всего, библиотечка, которая идет без реакта, соответственно, если там она вам нравится сильно, и вы там получили вкус по работе, берем, говорю, что-нибудь типа Морис, реакт, и дальше уже ищем. Либо быстрое готовое решение, либо вот что-то типа стейковое слово. Ну, я надеюсь, ответил вам на ваш вопрос и не нет. Да, 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 посмотрите. То есть, вот, они периодически встречаются прям пачками. Ну, так вот запомнить все я не запоминаю. Я, возможно, половину того, что мы сегодня рассматриваем, уже завтра забуду. Главное, помню, что есть. Есть такой инструмент, все, надо по-быстрому сделать. Описать курсы, вот как на сайте, все. Цель поставлена. Зажмите вот так пальцы в конце вебинара, чтобы у меня получилось это все на сайте специалистов создать на разделе, связанном с курсами, где путеводители есть. Вам доброго вечера. Я побежал готовиться к вечернему открытому обучению. Пока-пока.